всем привет сегодня мы поговорим о ревности турок и я хочу немножко развеять какие-то заблуждения может кому-то дать надежды потому что я хочу рассказать о тех моментах бывают такие случаи когда со временем турки перестают ревновать сегодня поговорим об этом но для начала хочу вам задать определенный вопрос жду ответной реакции в комментариях под этим видео мне нужна ваша информация от вас у меня были запросы на эту тему и все-таки я решилась я на данный момент оформляю пишу курс по психологии это формате некого марафона для тех людей которые хотели побывать бы у меня на консультации лично пообщаться этот курс длится в течение месяца в закрытом инстаграм аккаунте будут анонсы расписка заданий будет 4 прямых эфира курс создан из моей практики точность как я работаю какие-то моменты из моей индивидуальной практики работы с моими клиентами но это будет более массово да потому что создаться группа и инициативных людей которые хотят изменить что-то своей жизни хочу вам всем в принципе за один раз скажем так направить на что-то дать полезную самое главное моя задача дать вам информацию и объединить в группу людей которые могут друг другу помогать поддерживать друг друга первый курс я хочу сделать на тему если он вам как бы откликнется могу дальше развивать да эту идею если это вам понравится если вам это самое главное поможет вот такой именно формат нашего более близкого общения чего вам всегда не хватало мне себя спрашивайте инстаграм личные переписки общение какое-то вот этот вот может быть наш круг общения но с определенной тематикой с тематикой психологии для людей которые хотят изменить свою жизнь к лучшему и первый курс я хотела бы сделать с тематикой самооценки четыре видео урока скажем так наших прямых эфира в инстаграме которые потом сохраняться на которых я вам дам задание которые я даю в принципе работаю со своими клиентами на консультации но это будет не индивидуальное консультирование а более обширная возьму тему чтобы она задевала и подходила большему количеству людей да это определенные темы будет к примеру что такое низкая самооценка ее причины что самое главное проявление понять вообще есть ли у нас или нет определенные скорее всего я хочу включить туда вам дать ссылочки на тесты которые нужно провести для определения уровня вообще депрессии эмоционального выгорания если это потребуется да я просто сейчас это в процессе формулирования вот этих тезисов всех смотрю что подобрать туда чтобы это было комплексно интересно обязательно в конце каждого видео уроку будут задания которые обязательно нужно выполнить потому что выполнение задания это и есть успех решение проблемы и помощи по сути вы помогаете себе сами но в чем фишка этого общения нашего и вы мне естественно после видео вот этого урока информации общей теории задаете вопросы по заданиям как выполнять другие какие-то вопросы даже с этой тематикой связаны что вас интересует я вам скажем так рожевую объясняю это то чего нам с вами контакта такого в комментариях видео не хватает а затем я вас включаю в телеграм канал закрытый чат в телеграме где вы выполняя задание вообще обсуждаете эту тему делитесь у кого какие-то трудности возникают и мы все вместе я вместе с вами вы друг другу рассказываете может быть истории с этим связаны сопротивление которое обязательно у большинства пойдет да мы с этим будем когда будет работа над заданиями это поддержка это группа инициативная до людей которые схожи проблемой и в принципе вот это общение она очень сильно поможет и вам преодолевать себя изменять себя выполнять это задание всегда будет вот этот зависший чат которым вы можете регулярно все это обсуждать общаться друг с другом так что сейчас я это обдумываю эту тему так что первый курс я уже пишу и он будет связан с самооценкой это вопросы самооценки вообще критика нужно она нет как на нее реагировать что такое конструктивная неконструктивная критика как она нас разрушает затем это будут определенные советы тренинги и правила жизни которые нужно выполнять как изменить свою жизнь себя чтобы вокруг меня все изменилось и я стал жить самая главная задача это в счастье в гармонии с собой и перестал бояться общественного мнения не зависеть от него прислушиваться к себе к своим желаниям в принципе все что я там буду рассказывать как и на своих консультациях а тоже сама это многое проживала это и мой личный опыт самое главное это опыт мой работа с моими клиентами но просто в такой большой группе в аудитории можно это воспринять наверное больше как лекция какая-то по этой теме сказать конкретными практическими заданиями их выполнение от вас нужно и потом обсуждение поддержка в этом чате как вам такая идея пишите пожалуйста в комментариях хотели бы вы поучаствовать если да пишите тоже о я с удовольствием поучаствую я вам попозже когда закончу над ним работать дам информацию как это будет происходить форма до а стоимости этого курса этой группы и соответственно можете также в комментариях сейчас оставлять информацию о том какие бы темы в дальнейшем возможно вас бы заинтересовали вот этих курсов чтобы был четыре урока на эту тему с детальной проработкой с базой психологической и с заданиями самое главное конечно это задание возможно тесты на исследование себя в общем как вам такая идея для нашего сближения и более продуктивной работы совместной чтобы не просто вы смотрели видео у вас была еще и отдача и сопровождение что самое главное выполнение жду ваши комментарии много очень видео на тему ревности не только у меня и вообще у блогеров да и о ревности турок уже ходят легенды что они ревнуют к столбу к или знаю проходящему ослу к животному да вообще ко всем могут ревновать к самим к себе что они на ревности не нормальные у них экстра восточный менталитет мужчины да я с этим абсолютно за классно турки более ревнивые чем холодные какие-то нордические народы или европейские мужчины но честно скажу что это тоже из моего личного опыта с моим супругом и что я здесь вижу большинство те же меня же круг общения здесь то уже давно живет замужем у кого уже семьи сформированные отношению они каким-то образом на какой-то базе на 100 и то есть это там брак они расписаны много лет вместе могли прожить детей нарожать там кто-то бизнес там свой открыл или вместе работать так далее то есть отношения проверенные временем и вот девочками когда мы здесь общаемся да практически каждая говорит о том что все проходили это испытание ревности турецкой турецкого вашего парня и мужчины почему это испытание потому что со временем не до конца не будет мужчина всегда к вам холодным и равнодушным но накал этой ревности это спесь определенная сходит я сейчас расскажу что это такое почему но я все равно оставляю такой знаете зазор на то что и существует ну честно скажу даже у турок экстра ревнивые немножко не в себе мужчины которые именно эмоции свои не могут контролировать и они агрессивные импульсивные ревнивые в принципе всегда и это не вопрос менталитет их людей страны здесь до воспитания не вопрос турции это уже вопрос личной проблемы самого человека его комплексов его каких-то тревожности и страхов опасений но честно девчонки скажу что вот выбирайте с головой себе партнеров на таких бы не складывайте это все не скрашивайте что ой да турки все такие ревнивые знаете в меру есть но когда простите вам уже терроризируют абьюзиат не разрешают выходить из дома я не знаю там не дает деньги или помню абьюз начинается деньги в плане кармана и нашел первое время живота только вы приезжаете там сам шпоте нет то это уже не ревности это уже абьюз начинается это уже проблема именно у человека с головой проблему его личного характера вот прошу не путать а сегодня мы поговорим о том как же все-таки это заканчивается у турок здесь есть такие один момент конкуренция когда они ревнуют в начале каждому столбу и так далее давайте разделим так первый момент что есть ревности у мужчин из религиозной семьи это немножко другая история я говорю сейчас про светских турок которые не религиозные не просят таки особых требований к одежде обычно я вот до этого в старых видео говорила что здесь окей требования это там чтобы лямки нижнего белья типа бюстгальтера не выглядывали из-под топиков супер декольтированной груди не было или там каких-то открытых боков супер экстра коротких юбок или там разрезов простите до самых там пояса на ягодицы платья и тому подобное то есть ну определенная одежда знаете культурная в россии в принципе вот тут я по себе даже у нас тоже такого как то что я объясняю этого мало редко такое встречается хотя здесь девчонки молодые турчанки сейчас это мода к открытые животы и короткие там юбки или платье вообще что и чуть ягодицы закрывает и она как просто как футболка это окей к ним но именно мужчина как для серьезных отношений женщины здесь не только к вам это придя бы к турчанкам непрозрачная какая-то там одежда в общем принципе нормальные светские требования к культурной женщине не только в турции такие но в вопрос религиозный да это когда без меня никуда не выходи из дома это запрет на выход из дома или без моих теть мам я там всех родственников никуда не без никого не выходили а что на тебя никто не смотрел не знаю там ни в коем случае не использую косметику она тебе не нужна что ты не докрасьте хочешь дома для меня на улицу в этом не ходи в такой косметики в такой одежде лучше вообще на день паранжу вот это все истории уже не здоровая и вот эти вот правила которые перечисляла они часто встречаются в религиозных моментах таких описаны требования у них определенные есть там брови не знаю не щупать и так далее но даже сами я вам честно девчонки скажу во первых думайте когда в такое влазите надо вам она или нет я сразу что здесь светском обществе это не нормально и даже девушки из верующих семей поверьте закрытые турчанки ухаживают за собой делают макияж одевают до закрытую но красивую какую-то стильную модную одежду поэтому тоже верить и быть религиозным и фиксироваться в этом плане на одежде на стиле это тоже по-разному бывает да и когда вас хотят укутать замотать никому не показывать ревновать объясняя ревностью это не не окей это чуть-чуть что-то экстра все же возвращаемся к светским только как это может происходить да здесь сначала ревнуют каждому столбу мужчин есть конкуренция потому что они здесь действительно нагло могут не прям приставать но оказывать знаки внимания мужчина любой в принципе здесь посматривает как сказать если он заинтересован в поиске свободен да или он изменяет он заинтересован в поиске у него всегда ищущий взгляд вот этот будет и следующий если он видит в взгляде напротив у женщины какую-то ответочку реакцию что она из на него засмотрелась тоже для него это прямое действие когда вас мужчина вы уже здесь переехали здесь живете и еще только начинаете жить отношения еще себя не показали не зафиксировали каким-то образом да вас круг крючком короче говоря не прибрали до конца вы еще можете дернуть да то вот сомнения мужчины вас потерять вот эта опасность тревожность для него это опасности до других мужчин вам мужчина может говорить в такие моменты сейчас эти фразы слышала вокруг я не тебе не доверяю я не доверяю мужикам вокруг местно потому что я их знаю потому что да действительно есть назойливые неприятные такие сальные мужики которым можно говорить нет но они не отстанут я такому часто видела преследуют там девушек за ней идут по пятам там ухаживают мне просто есть знакомая здесь которая переехала сюда она в разводе она не переехала замуж или еще что-то на переехал по работе здесь работать у нее бизнес турцию переходит и поверьте она очень как бы зарабатывающая нас россии обеспеченная средних лет уже в разводе уже такие подросшие дети то есть симпатичная ухоженная стройная тонкая звонкая поверьте у нее мужики просто штебелями укладываются когда они что меня чувствуют когда я выхожу почему они так реагируют очень много знакомятся игры нет просто у тебя взгляд другой еще и заинтересованы и ищущий и они это видят они видят его внешне вообще очень падки на это дело и у нее вот сейчас возникают такие темы она встречаться начала с парнем он очень сильно ревнует и сразу предлагает ей быстрее расписаться чтобы ее быстрее заграбастать она никуда не убежала от него вот в таких случаях вот эта ревность светского турка она говорит о том что я хочу ее прибрать своим рукам я хочу застолбить это мое когда начинается семейная жизнь когда мужчина посмотрел что вокруг угрозы нет он вас проверил вы живете у вас есть в отношениях доверия вот у таких мужчин вот это ревность эмоции претензий к другим мужчинам они очень сильно падают в градусе эти эмоции никогда в принципе я не видел чтобы турку было вообще наплевать и безразлично же какие плохие отношения женой у него не были что на нее кто-то может посмотреть это вообще редко до встречала это в принципе проблема территории знаете как животном мире это мое это принадлежит мне это для не для нее чтобы она это знала а для других мужчин это конкуренция мужская видовая между собой не в том что тебя поработить я не знаю многие сейчас подумают угнетать и женщину там не знаю под каблук из разряда под пальцем замять нет это не к женщине относится это самость это видовая конкуренция мужчин между собой здесь к вам вообще отношения не имеет мы в этой ситуации просто средство которое показывают что это моя территория я сильный самец это мне на завоевал такую успешную хорошую самку да это моя спутница если таким простым языком говорить так что в таких вот парах когда очень ревновали но не запрещали выходить из дома да это вся история краситься дом или еще что-то ну чуть-чуть корректировали по одежде там по встречам каких-то знакомых парень в этом участвовал то как правило девочки расслабьтесь если у вас есть в доверие в отношениях со временем эта ревность сойдет я вам зублю меня с мужем точно также было у меня не супер там экстра приходилось там отбивать от кого-то ревновать мне таких историй не было но сейчас по прошествию лет поверьте он конечно ревнует он смотрит вокруг когда мне что никто не смотрел все такое но такого как раньше я мне нет в принципе вопросов к моему внешнему виду к моей одежде конечно же я сама уже здесь попривыкла и знаю нормы поведения приличная что можно одежду кукойность что было бы экстра и когда мужчина вас господи уверен в этом плане вы здесь уже сами поживете пообтесались многое понимаете правила игры и эти мужчины перестают так ревновать каждому столбу спокойно реагируют поэтому не надо волноваться думать что до конца моих дней я буду к нему привязана он как сумасшедший меня ревнует если вы пожили там лет пять в браке и у вас это продолжается девочки вам точно говорю проблема тут тогда в самом мужчине в его комплексов его характере и поведении так что вам на заметочку пожалуйста имейте ввиду что опасная зона вам вообще что это его характер это не изменится и с этим ничего не поменяешь сколько ты подстраивайся не подстраивайся проблема будет в нем всегда ему будете априори чем-то там вызывать его типа ревность он будет чем-то недоволен и так далее это вообще нездоровая история когда вас так критикуют у меня вообще другой вопрос что с вашей самооценкой к теме маша марафона да и почему разрушительных отношениях с человеком который позволяет вас унижать критиковать и так зачем вам это надо почему вы жертву в этой ситуации вы выбираете что с вами происходит пишите ваши комментарии на эту тему что вы думаете также я жду информацию комментариях по поводу марафона какие темы бы вам было в дальнейшем например затронуть или готовы ли вы посетить этот марафон который будет если да точно пишите комментарии чтобы я могла предположить понять да почувствовать аудиторию сколько человек набирается время свое на эту тему распределить в общем что от вас ответ на реакции информации у меня всегда под видео под всеми в инфобоксе почта моя электронная куда вы можете присылать свои истории для рассказа видео о них да и либо записываться на индивидуальную консультацию по психологии как психологу ко мне спасибо за внимание всем пока